Добрый день, дорогие подписчики! Вы на канале Иришу, меня зовут Ирина. Благодарю вас за активность, которую вы проявили при просмотре предыдущего видео с премьером сочинения ЕГЭ с учетом всех изменений этого учебного года. То видео с 27 января набрало уже почти 600 лайков, почти 8000 просмотров, поэтому я приступаю к написанию нового сочинения. Как и обещала, в новом сочинении напишу вступление, комментарий перестрою немного по-другому и просто покажу альтернативный вариант сочинения, который также соответствует всем требованиям и удовлетворяет всем критериям. Немного верну здесь предыдущие видео. Я хочу вам напомнить, что на моем канале есть плейлист, он так и называется, сочинение ЕГЭ 2019. В нем есть все видео с точки зрения теории, необходимые для сочинения ЕГЭ. Перейдите, посмотрите их, если еще не видели. И поставьте лайк этому видео, как только вы поймете, что оно окажется для вас полезным. Давайте соберем теперь 800 лайков, я думаю, вы сможете это быстро сделать. И я напишу еще одно сочинение. Если у вас есть предложение по текстам, по которым вы хотели бы, чтобы я написала сочинение, то присылайте их в комментарии. Лучше даже оставляйте ссылки на эти тексты. А я сегодня буду писать сочинение по художественному тексту, об этом вы меня, кстати, тоже просили, по Каверину. Этот текст, насколько я знаю, есть в новом сборнике Ирины Петровны Сыбулько. Меня этот текст заинтересовал, и я решила самостоятельно написать по нему сочинение. Но прежде чем начнем его разбирать, я вам предлагаю его прочитать. Очень настоятельно предлагаю остановить сейчас видео, прочитайте этот текст. И давайте рассуждать. Перед нами художественный текст. В видео о проблеме я рассказывала о том, как искать проблему в художественных текстах. Вам нужно посмотреть на взаимоотношения между персонажами. Если описывается подробно только один персонаж, то стоит обратить внимание на то, что происходит у него в душе, на его психическое состояние, возможно, его что-то терзает. Также обращайте внимание на поступки героев. В данном случае у нас описывается солдат, который был на грани жизни и смерти. И только письма от незнакомки, впоследствии мы узнаем, что это была Луша, спасли его, и он вернулся к жизни. И как раз на основе этого резюме я и буду формулировать проблему. Основные понятия, которые я возьму и буду использовать, это забота и внимание. И я все-таки хочу связать это с тем, что они помогли Власову снова вернуться к жизни. И я сформулировала проблему так, могут ли забота и внимание спасти жизнь. Конечно, вы можете писать только о заботе и внимании, или даже только о внимании или заботе, но я решила взглянуть на этот текст именно под таким углом. Давайте составлять план. Проблему я намеренно оставляю перед планом, и вам рекомендую так же делать, чтобы перед написанием каждого абзаца ее перечитывать и смотреть, не отклонились ли вы в сторону. Потому что такое периодически случается, и мне периодически такие сочинения встречаются. Как уже сказала, напишу вступление, и здесь пишу просто формулировку проблемы. Позицию автора пока я запишу кратко. Могут, да, ответ на этот вопрос. То есть проблема у нас вопрос, позиция автора ответ на вопрос. Но, естественно, я это все подробно распишу. Переходим к комментарию. Какие примеры выбрать из текста? В отличие от публицистического текста, по которому проще сформулировать проблему и найти позицию автора, но сложнее найти примеры. В данном случае нам было сложнее сформулировать проблему. Но позицию автора не так сложно, но напрямую она не написана. Мы ее будем своими словами формулировать. А примеры здесь как раз найти намного проще. В начале мы видим, что Власову никто не пишет, и ему становится все хуже. А затем он начинает получать письма и возвращается к жизни. Конечно, очевидно, можно было бы написать, что примеры противопоставлены друг другу. Можно было даже написать, что они дополняют друг друга. Все зависит от того, как вы преподнесете эти примеры. Но я хочу указать на следствие. Что я имею в виду? То есть сначала Власову никто не пишет, ему становится все хуже и хуже. И, следовательно, письма незнакомки на него оказывают такой сильный эффект. И он так быстро поправляется. То есть здесь на следствие тоже можно указать. Главное, чтобы смысловая связка была. И главное правильно это преподнести. Я об этом написала. И обратите внимание, что пояснение ко второму примеру я хочу написать перед примером. Как говорила в предыдущем видео, чтобы сочинение представляло из себя так называемое кружево. Чтобы комментарий был цельным. И в плане остается отразить мою позицию обоснования. Об этом я подумаю в процессе. И вывод. Приступаю к написанию сочинения. Таким у меня получился первый абзац. Первое и второе предложения соединены при помощи антонимов. Смерти и жизни. Теперь рассмотрим первый пример в комментарии. Автор пишет о раненом солдате Власове, которому с каждым днем становилось все хуже. Даже врачи думали, что он умирал. Очевидно, что это происходило не только из-за физической, но и из-за душевной боли. Вот это у нас идет уже пояснение. И помните о том, что в пояснении вы должны оторваться от текста. И написать о роли приведенного примера. Да, в тексте у нас напрямую не было написано о душевной боли. Это уже мое умозаключение. В этом и заключается суть пояснения. Продолжаю читать. Юношу никто не писал, не поддерживал, не ждал с фронта. Следовательно, вот это как раз указание на смысловую связь. Смысловая связь не обязательно должна быть в отдельном предложении. Это может быть и одно слово, если это уместно. В данном случае это уместно. Следовательно, послания с теплыми словами от незнакомки так сильно повлияли на Власова. И я начала с пояснения, второй пример. Ведь каждый из нас, кем бы он ни был, солдатом или хрупкой медсестрой, ждет поддержки и утешения. Так и раненый боец при помощи писем воспрял духом и выздоровел. Вот это уже пример. И каким было его удивление, когда он узнал, что автором писем была Луша, маленькая, толстая, смешливая медсестра. Девушка заметила, что Власову никто не пишет и просто стала отправлять ему анонимные весточки, которые вернули солдата к жизни. Ну, вот эти два предложения я дописала, потому что без них комментарий выглядел незаконченным. Здесь уже намек идет на третий пример с пояснением даже. Но главное, что два примера есть, смысловая связь есть, пояснение есть, а это уже для цельности я добавила. И снова обращаю ваше внимание, что в комментарии получилось 118 слов к вопросу о том, что у некоторых в сочинении ЕГЭ не получается написать 150 слов. Если такое у вас произошло, то пересмотрите ваш комментарий. Переходим к позиции автора. Каверин пишет, через неделю Власов пошел на комиссию, и доктора, осматривая его, снова сказали, что он является чудом и загадкой природы. Автор напрямую не пишет о причине выздоровления, но читатель интуитивно находит разгадку. Внимание и забота Луши спасли жизнь юноши. Обоснование у меня получилось далеко не радостным, но закрывать глаза перед этим не стоит, поэтому я решила написать о раке, обосновать свою позицию на примере этой напасти нашего времени. И обратите внимание, что сначала у меня идет пояснение к моей позиции, а потом только моя позиция. Так тоже можно писать. Не обязательно писать сложно, не согласиться с автором, двоеточие, безусловно, искренняя поддержка, творить чудеса. Можно поменять части предложения местами, и так, по-моему, даже выглядит красивее. Безусловно, искренняя поддержка творит чудеса, поэтому сложно не согласиться с автором. Чума нашего времени – это рак, который отнимает несчетное количество жизней. Однако есть люди, которые преодолевают эту болезнь. В этом им помогают близкие – семья, друзья, заботливые врачи и волонтеры. И не хочется даже думать о том, что было бы с такими пациентами без необходимой им помощи. Вывод получился таким. Люди теряют интерес к жизни по различным причинам. Однако болезнь, физическая или душевная, может бесследно отступить, если человек получит необходимые ему заботу и внимание. И самое важное, чтобы эти действия были взаимными. Помогая окружающим, мы можем рассчитывать на то, что нас поддержит в трудную минуту. В сочинении получилось 295 слов. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на новости моего сайта, на мою группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. И будьте с Ирешу, ведь я все решу. Люблю вас всех, целую. Совсем скоро увидимся. Удачи, пока-пока.